Моего прадедушку звали Каганов Василий Никифорович. Он родился 19 декабря 1924 года в селе Вилкино. Когда ему было 10 лет, он с семьей переехал в Челябинск. Когда он окончил 9 классов, он был отправлен на военные курсы, а затем в 18 лет осенью 1942 года отправился на Третий Украинский фронт рядовым наводчиком противотанкового ружья. Его задачей было подбитие танков противника. Их так и звали – истребители танков. Воинский путь пехоты был тяжел. В одном из боев моего прадедушку тяжело ранили. После лечения в госпитале он окончил школу младших командиров и отправился на фронт младшим лейтенантом в 78-ю гвардейскую дивизию. Он участвовал в освобождении Молдавии, Украины и Польши. Одним из первых в передовой группе разведчиков он ворвался в столицу Молдавии – город Кишинев. За что был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. В жесточайших боях за реки Днестер и Вислу он был несколько раз тяжело ранен, выздоравливал и снова отправлялся на фронт. Войну он закончил уже в квартале лейтенантом в составе 60-й гвардейской стрелковой дивизии и участвовал в битве за Берлин. За мужество, смелость и любовь к своей родине он был награжден двумя боевыми орденами Великой Отечественной войны второй степени, медалями за взятие Варшавы, за взятие Берлина и за победу над фашистской Германией. После победы он сначала жил в городе Озерске, а потом в городе Трехкорний. Он снова был на передовой, но на передовой нового невидимого фронта. Он ковал ядерный щит нашей родины. Он умер, когда ему было 89 лет, 14 августа 2013 года. Но мы его любим, чтим и помним в нашей семье.